Юлия Борисовна Южакиной 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 Вот из этих 45 тысяч у нас есть особо любимая категория наших учащихся, если так можно сказать. Это будущие лидеры атомной отрасли, это программа кадрового резерва. И специально к семинару мы такие интересные цифры проанализировали, а что у нас там с женщинами происходит. Для тех, кто в Росатоме работает не секрет, для наших коллег просто такой базовый слайд про то, что у нас есть разные уровни кадрового резерва от самого базового уровня, у нас называется энергия лидерства, куда мы приглашаем на эту программу выпускников наших базовых ВОЗов. И нужно сказать, что по нашим наблюдениям, третий год идет эта программа, девочек там все больше и больше. Недавно награждали в УРФУ, это Уральский федеральный университет, лучших выпускников по ядерным специальностям. И там из 20 человек, 5 человек было девочек. В прошлые годы их не было вообще ни одной штуки, хотела сказать, девочки. То есть это тенденция, что называется, радостная. И потом, так вот, от уровня к уровню, самое последнее достояние Росатома, это лидеры, которых мы готовим на старшие должности управления. Это генеральные директора предприятий, заместители, это уровень ТОП-30 руководства отрасли. Вот, и вот так вот у нас порядка 5000 резервистов распределяется по разным уровням подготовки. Программа напряженная. Я сразу хочу сказать, что Академия делает такой, ну, условный рейтинг, где мы пытаемся понять, а кто у нас самые лучшие студенты этих наших программ. Так вот, в рейтинге, в ТОПе, женщин больше. То есть мы более ответственно относимся к обучению. А вот следующий слайд, он такой оказался очень показательный. Да, вот, спасибо большое. В кадровом резерве, вот, чуть больше 20% это женщины. Ну, на мой личный взгляд, этого, конечно, маловато. И вот обратите, пожалуйста, внимание, там внизу, очень такая интересная статистика, да, вот, на нижних уровнях подготовки лидеров чуть больше четверти женщин. Чем выше уровень, тем ручеек наш все меньше, меньше и меньше. И при подготовке на старшие уровни управления достояния Росатома всего 16% женщин. Это такие специфические группы получаются. Там есть группы, где вообще женщин, ну, нет, в принципе. И нужно сказать, что тренерам и профессорам, которых мы привлекаем, как раз вот в группах чисто мужских на достояние Росатома, тяжело. Бывает иногда. Вот, надо сказать, что этот процент, он год от года увеличивается, тем не менее. То есть раньше в лидерских программах в Росатоме женщин было еще меньше. И средний возраст, там, получается, 35 лет, средний возраст мужчин, которые в лидерских программах, он чуть больше. Нужно сказать, что очень интересно у нас происходит такое, ну, тоже наблюдение, в рамках программ подготовки резервистов у нас тоже есть программа менторинга, где у нас внутренние менторы работают с, ну, с подопечными, так скажем. Вот среди менторов женщин практически нет. И когда мы приглашаем, например, в эту программу женщин, которые достигли там каких-то высоких постов, женщина, как правило, говорит, что, ну, вот совсем уже, ну, просто некогда. То есть есть чем поделиться, но высокая загрузка, потому что, конечно, ответственность очень большая. Мужчина, если отказывается от программы менторинга, то по другим причинам. Не потому что некогда, а потому что они считают, что, ну, это, может быть, там, не очень им нужно. Вот. А что еще такой любопытный факт я заметила? Вот я, собственно, в эту должность уже два с половиной года, и интерес к женскому лидерству, он растет. Вот у нас, если идут какие-то программы, например, там, по лидерству, да, группы сами могут задать вопрос, а есть ли разница между женским и мужским лидерством. То есть вот этот термин, он у всех на устах, и разницу понять, такая, мотивация есть. И вот следующий слайд, Андрей, переключи, пожалуйста. Академия Росатома делала к 8 марта такой небольшой, ну, типа, ежедневника. Какие женщины-лидеры, известные в России, в Росатоме, собственно, какой вклад они внесли. Вот. И надо сказать, что мы получили такой неожиданно позитивный отклик на это, и такую обратную связь, что, ну, все знают Курчатова, Харитона, всех наших отцов-основателей, да, а то, что они стоят, ну, скажем так, на плечах женщин, да, и очень много было личных помощников женщин у наших отцов-основателей, которые серьезный вклад внесли. И вот их поизучать бы. У нас есть такой, ну, условно-общественный проект, то есть мы просто в свободное от работы время читаем исторические материалы, запрашиваем даже иногда какие-то подробности в музеях наших многочисленных в атомной отрасли, потому что, ну, хочется эту тему просто поизучать. Понятно, что она у нас такая факультативная, но мне кажется, мы можем какой-то собирательный портрет вот такой вот женщины атомной отрасли потихонечку собрать. То, что их всех отличает, безусловно, коллеги, это скромность. Кто знает об этих женщинах? Мы пока специально не занялись этим, мы и не знали эти фамилии. А то, что они молодцы, большие, это, конечно, не вызывает сомнений. Вот, поэтому вот такое наблюдение со стороны Академии, что происходит с женским лидерством, я готова на вопросы ответить. Вот, но большое спасибо семинару, что мы вообще этой темой с точки зрения цифр занялись. И вот эти вот наши уменьшающиеся проценты по мере возрастания руководящих должностей в плане подготовки женщин, они, мне кажется, наводят на такие определенные мысли, что нужно с этим что-то делать.